Объект культурного наследия федерального значения, здание знаменитой Гагаринской летки в Оренбурге, требует срочной реконструкции. В госкорпорации «Роскосмос» озабочены судьбой известного на весь мир училища авиаторов. 352 выпускника этой высшей летной школы стали героями Советского Союза. Юрий Гагарин с отличием окончил училище в 1957 году. Альмаматор первого космонавта Земли прекратила существование в 1993-м. Сегодня многие помещения Гагаринской летки заброшены. Единого собственника у здания нет. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обратился в правительство Российской Федерации с просьбой помочь сохранить здание авиационного училища в Оренбурге. Что бы ни было в здании, все-таки большая часть этого помещения, здания, объекта будет сохранено для размещения музея и другой мемориальной экспозиции, связанной с покорением космоса и складом оренбуржцев в развитии авиации и космонавтики. Это железно. Мы видим реальную поддержку со стороны федерального центра и рассчитываем, что это будет именно финансовая поддержка из бюджета. Создание музейно-исторического центра в Оренбурге уже поддержала группа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Дубы. В письме председателю правительства Михаилу Мишустину, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин особо подчеркнул актуальность проекта для 2021 года, года 60-летнего юбилея полета в космос Юрия Гагарина. Посадочная платформа и ровер-миссия «Экзомарс-2022» проходят испытания в Каннах. Специалисты НПО имени Лавочки на Италии «Соленея Спейс» провели электрические испытания, включающие проверку передачи данных и питания между платформой «Казачок» и марсоходом «Розалин Франк». Также европейским специалистам удалось решить вопрос с парашютной системой «Экзомарса». В середине года планируются высотные испытания. Те проблемы, которые случились при первых испытаниях, были вызваны не самим парашютом, а как он был упакован, как он вышел. Потому что, ну вы можете себе представить, большой 35-метровый парашют, из какой скорости он, так сказать, выдвигается из сумки. И это, конечно, очень тонкий момент, как там вот эти все шнуры должны упакованы и так далее. И поэтому были произведены испытания земельные, вот именно с сумками. Надо продолжить дорабатывать. И мы планируем повторить испытания в мае, июне и потом еще в августе в Швеции. В январе этого года на космодром Байконур доставлен габаритно-заправочный макет космического аппарата «Экзомарс-2022». Он предназначен для комплексных испытаний на космодроме, которые обеспечат подготовку аппарата к запуску. Миссия «Экзомарс-2022» — второй этап совместного проекта Роскосмоса и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса. Старт миссии запланирован в рамках астрономического окна в августе-сентябре 2022 года. Этот период выбран с учетом баллистических условий, которые позволяют осуществлять запуск с Земли к Марсу каждые два года. Госкорпорация «Роскосмос» стала партнером всероссийской акции «Елка-жела», неорганизованной проектом «Мечтай со мной». Первый заместитель генерального директора Госкорпорации Максим Овчинников снял елочный шар с мечтой 12-летнего Ивана Касьянова из Санкт-Петербурга. Ваня очень хотел увидеть, как делают ракеты, познакомиться с настоящими конструкторами и космонавтами. И его мечты исполнились. В звездном городке Иван встретился с летчиками-космонавтами, героями России Валерием Токаревым и Сергеем Ревином. Они провели для мальчика и его семьи увлекательную экскурсию по Центру подготовки космонавтов. Также семью Касьяновых принимали в Центре имени Хруничева. Гости посетили музей истории предприятия и увидели в цехе сборку тяжелой ракеты-носителя «Протон-М». Ваня Касьянов, получивший массу интереснейших впечатлений, пообещал, что будет совершенствовать свои знания о космонавтике. Опубликован крупнейший в мире каталог гравитационно-волновых событий. Первый случай регистрации этого некогда экзотического вида наблюдений за Вселенной произошел 14 сентября 2015 года, когда в обсерватории Лиго зафиксировали слияние двух черных дыр. Затем в 2017-м обсерватории Лиго и Вирго зарегистрировали событие, которое было связано с объединением двух нейтронных звезд. Различные телескопы и спутники смогли наблюдать это уникальное событие сразу после его обнаружения в оптическом и других диапазонах. Первый раз зарегистрировали именно слияние нейтронных звезд. Дело в том, что это достаточно редкое событие, потому что нейтронные звезды, они существуют в очень узком диапазоне масс. Вот от 1 на 4 масс Солнца и до 2-4 примерно. Черные дыры по своей эволюции, они гораздо чаще встречаются. То есть для того, чтобы звезда после своей смерти в результате взрыва, какого-то коллапса ядра, она стала нейтронной звездой, ей нужно изначально быть в достаточно маленьком диапазоне масс. А чтобы она стала черной дырой, у нее может быть очень большой диапазон масс, верхний предел вообще не ограничен. Такое открытие невозможно сейчас сделать без огромной коллаборации людей, без сотрудничества, без четкой координации действий. Потому что даже гамма-детекторы, гамма-обсерватория — это одна коллаборация, сотни людей. Рентгеновские детекторы — это другая коллаборация. Те, кто занимаются радио, радиоинтерферометрометры — это еще куча людей. Для того, чтобы найти что-то, обнаружить, объяснить и рассказать всем, нам нужно объединиться. Это, я считаю, просто замечательно. В отличие от объединяющихся черных дыр, нейтронные звезды испускают электромагнитное излучение в радио, оптическом и рентгеновском диапазонах почти одновременно с гравитационными волнами. Третья крупная непрерывная наблюдательная кампания с использованием обсерваторий Элиго и Вирго завершилась в марте 2020-го. Сейчас обновляются оборудование и программное обеспечение этих обсерваторий с целью дальнейшего повышения чувствительности. Четвертая наблюдательная кампания должна стартовать летом 2022-го года. Очень подробные рентгеновские изображения скопления галактик Кома получили телескопы российской обсерватории «Спектр-РГ». Скопление галактик — это динамические системы, которые непрерывно растут за счет окрецы приращения больших и маленьких порций материи. Такой процесс должен приводить к сложной структуре в распределении темной материи внутри скопления, а также к ударным волнам и холодным фронтам в горячем газе. Но скопление галактик в созвездии Волосы Вероники, также известное как Кома, особенное, оно очень массивное, содержит тысячи галактик и близкое, находится от нас на расстоянии менее 100 милипарсек. Это первый объект, в котором было установлено присутствие темной материи или скрытой массы. Сделал это астрофизик Фридс Свеки еще в 1933-м. В 50-х годах прошлого века оно стало первым скоплением, в котором обнаружили диффузное радио ГАЛО. Благодаря рентгеновской астрономии можно определять плотность, температуру и другие свойства горячего газа, заполняющего скопление, видеть, как он распределен в пространстве. Скопление Кома — это самое глубокое поле, исследованное обсерваторией «Спектр-РГ» в ходе полуторагодовой работы в космосе. В январе коронографы Ласко в космической солнечной обсерватории СОХО наблюдали околосолнечную комету семейства Крейца. Незадолго до своего полного испарения она достигла максимального блеска около второй звездной величины. Эта околосолнечная комета — самая яркая из зарегистрированных за последние пять лет. Комета была обнаружена тайским любителем астрономии. Семейство околосолнечных комет Крейца — это осколки одной большой кометы, которая разрушилась несколько столетий назад. Сейчас отдельные ее фрагменты размером от 10 до 50 метров испаряются, подлетая очень близко к поверхности нашего светила. Южнокорейский спутник C.A.S. 501 дистанционного зондирования Земли доставлен на космодром Байконур. Масса C.A.S. 500, как следует из названия, 500 килограммов. Рабочая высота орбиты спутника — 500 километров. В ближайшее время начнется подготовка аппарата к запуску на ракете-носители «Союз-2». Китайское национальное космическое управление обнародовало список из десяти вариантов названия первого марсохода Поднебесной. Пользователям интернета со всего мира предлагается проголосовать за финалистов срок до 28 февраля 2021 года. Окончательное название марсохода будет объявлено сразу после посадки первого китайского марсианского посадочного зону Тяньвен-1 на поверхность Красной планеты весной текущего года. Центр управления полетами — сложнейшая структура, управляющая как пилотируемыми комплексами, так и автоматическими космическими аппаратами, а также Международной космической станцией — самым крупным рукотворным объектом в космосе. От качественной работы специалистов на Земле зависит жизнь и безопасность экипажа, а также сохранность станции. О текущих и будущих проектах, кадровом обновлении и многом другом читайте в интервью начальника Центра управления полетами ЦНИМАШ Максима Матюшина журналу «Русский космос». Туманность Семеиз-147, или, как ее еще называют, спагетти. Остаток сверхновой звезды, которую впервые обнаружили в 1952 году в Крымской астрофизической обсерватории. Размер этого объекта — 6 радиусов полной Луны. Расстояние от Земли до Семеиза — 3000 световых лет. Автор снимка — Павел Павлов из Москвы. Общее накопление сигнала — 24 часа. Северное сияние над озером Малый Вудьявр в Хибинах. Автор комбинированного снимка, состоящего из шести вертикальных кадров, сложенных в одну панораму, Михаил Рева. Млечное кольцо. Креативный снимок нашей галактики сделан Алвином Ву. Вверху видна туманность Курительная трубка, справа газопылевой комплекс в парусах, снизу — петля Барнарда в Орионе. Ближе к центру — большое и малое Магелланово облако. Спутники нашей галактики Млечный путь. Вопрос о космосе от нашего зрителя Анны Корниенко. Можно ли загореть в космосе? Находясь на борту орбитальной станции, космонавты и астронавты так или иначе проводят много времени рядом с иллюминатором. В космосе интенсивность с солнечной радиацией намного выше, чем на Земле. Даже в горах альпинисты, поднимаясь всего на несколько километров, пользуются самым сильным кремом от загара с фактором защиты 50. А уж на высоте полета орбитальной станции солнечные лучи еще более активные. На российском сегменте МКС иллюминатор сделан из кварцевого стекла и направлен в надир, то есть прямо на Землю, чтобы избегать попадания Солнца. Но даже там можно получить космический загар от ультрафиолетового света, отраженного от облаков в атмосфере и поверхности воды. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobakativiruscosmos.ru До встречи в космической среде! Субтитры создавал DimaTorzok